Всем привет, всем здравствуйте, сегодня у нас 12 апреля, среда, сегодня приедет моя беговая дорожка, наконец-то, она должна была приехать 11 апреля, вчера, но мне позвонили где-то пару недель тому назад из Яндекс Маркета, где я ее заказала, вот, естественно, это подарок Владимира мне, о, мой чай, пока отсутствовало, мне тут кот шерсть я не накидал, отведила до мира в школу, естественно, это подарок Владимира мне, я мечтала о беговой дорожке 17 лет, вот моя шанс была, вот, естественно, пока ты живешь по съемным квартирам, то какая беговая дорожка, тем более, когда ты живешь ни в одном городе, ни в одном районе, ни в одной стране даже, вот, поэтому о какой беговой дорожке может идти речь, но у родителей уже был и так, велотренажер, гантели, хула-хуп, лавочка для пресса и много-много другое, поэтому, ну, куда еще и беговую дорожку ставить, вот, ну, вообще, я ее хотела с 14 лет, если честно, беговую дорожку, то есть уже прошло 17 лет, как мне ее безумно хотелось, мне 31 на данный момент, и, в общем, мечты сбываются, мне снова принес со школы яблочко для меня, вот, угостил меня, он постоянно меня ими угощает, если что, у нас есть дома фрукты, овощи, все в порядке поэтому, естественно, не будет такого, что он мне принесет яблоко и, как бы, ребенку бы тоже провитаминизироваться, да, а есть ему нечего, я буду сидеть, если это яблоко, он будет смотреть, да, нет, у нас дома, если что есть и фрукты, и овощи, все, есть достатки, если что Только что переходила дорогу, какой-то сумасшедший Здесь какие-то маленькие такие грузовички ездят Такие вот кузовочек у него, а самая вот эта вот часть, куда надо накладывать Всякий груз занадки, и они такие маленькие Нигде, кроме как находки, я такого не видела Вот, прежде И, значит, я когда дорогу переходила Этот грузовичок резко так как выехал И с такими звуками я аж испугалась И как раз я переходила дорогу, я была на середине дороги в этот момент Я, честно говоря, очень испугалась Так как их в городе очень много, я не знаю, потом уже подходила к двору Тот ли это был грузовичок или нет? По-моему, тот все-таки был с синим вот этим вот, ну, куда груз складывать, да? Вот, а не с белым вот, это с белым вот этим вот проехал. Ну, не с кузовом, а куда груз кладу? В общем, что еще? Я вчера наела семья перед сном, и поэтому я теперь отекшая, а еще я переборщилась сегодня со стрелками, но поняла я это только тогда, когда уже начала складывать косметику, я поняла что-то чересчур. Ну, ладно, ничего страшного. Вот, давайте смотреть с вами пустые банки, у меня, как всегда, огромный улов по пустым банкам, вот у меня их сколько, огромное множество, огромное количество, поэтому давайте посмотреть. В общем, мне очень нравится продукция Сейдо, это такой вот гель для душа с манго, и он клевый, он действительно пахнет манго, а не какой-то химозой или чем-то непонятно чем, когда бывает заявлено, там, шоколад и, там, киви. И в итоге ты понимаешь, что запаха шоколада там вообще нет, а киви настолько химозный, что практически не считывается, не угадывается. Этот клевый, увлажняет кожу, его действительно хватает надолго, он достаточно густой. Универсал белизна, ну, по поводу белизны мне не сказать вещь, его белизна, как белизна, отличная вещь, что тут говорить. Бархат, кондиционер для белья, свежесть океана, магия аромата, это действительно был густой, очень клевый кондиционер для белья, его действительно хватило очень надолго, речь о нем пахнет просто логически. Вот, вот такое вот морские приключения, детский шампунь, гель 2 в 1, без слез, мягкий ход, он приятно пахнет, он не вызывает аллергии, а у нас в этом семье остро стоит вопрос, потому как аллергия возникает на регулярной основе у меня и у ребенка, а даже бывает периодически и у мужа. Этот шампунь я не вызвал, он клевый, действительно хорошо моет волосы, хорошо пенится, ничего сверхъестественного, ну и ничего лишнего. Аус, бальзам вот такой вот для мытья посуды, кто знает, кто знает, в свое время я их использовала в огромном, на самом деле, количестве, потому что это действительно клевый бальзам для посуды, который стоит в свой день. Биочист, ликвидатор запаха, псины, мочи и меток собак. Так, к сожалению, год тому назад где-то нам пришлось воспользоваться этой историей, да, Бубу? Так смотришь? Вот такие вот две эксанки комфорт-пудры и невидимый эффект у нас закончились. То есть чаще всего мы покупали именно невидимый эффект, но потом они куда-то пропали и стали использовать комфорт-пудры. Эриксон это такой дезодорант, который в стиках вызывает у меня, к сожалению, чайки под мышками, вот, и с недавних пор еще и такие вот пупырочки белые, такие вот прыщички, которые распространяются просто чуть ли не до самого локтя, они появляются на груди и вот тут вот в боку везде, то есть это вот этого дезодоранта. То есть к чайкам добавилась еще вот эта история. Роликовый дезодорант, не знаю, я давно не пользовалась, не могу ничего о нем сказать. А вот этот вот спрей со своими функциями справляется, но есть легкая аллергия слизистой все-таки от него, все-таки покашливаю, почихиваю, у нас мак есть. Это длится на протяжении 30-40 минут в легкой форме. А вот от Деоники это просто жесть, форма достаточно нелегкая, я задыхаюсь, я настолько кашляю, что это просто сойти с ума, у меня красные глаза становятся на ментале. То есть, ну, извините, потом тоже не хочется пахнуть в современном мире, приходится как-то крутиться. И искать, если не то, что совсем вот не вызовет никакой реакции, то хотя бы то, что вызовет минимальную реакцию. Вот. Альпин, вот такой вот антитабакосвежитель воздуха. Ничего не могу сказать поводу того, как насчет того, что он антитабак, но функциями справляется. Шаума, энергия природы, вот такой вот смузи, шампунь, клубника, бальзам, клубника, банан от Шварцкопф. Это клевая вещь была, это была клевая вещь, мне очень понравилась. Смотрите, он увлажняет кожу, аромат отличный просто. Прелесть вот такого биоантиперспиран, ну, неплохо. Вот такой вот вишня, тархун, смузи, гель для душа, тонизирующий. Здесь было больше тархуна, чем вишня, по аромату. И очень быстрый расход был, хотя средство мне понравилось. Так, антисосор, средство для очистки канализационных труб. Вот такая вещица, выгодная уборка, написано. Пользовались, пользовались, помню такое. Частин, 8 в 1, универсал, санитарно-гигиеническое средство. Если честно, я даже не помню, когда я им пользовалась. У меня просто улетают эти вещи. Ну, самообычное, самообычное средство, против таких же, которых много. Освежающий шампунь гель, либо 3 в 1, для волос, для бороды, для тела. Честно говоря, вот этот вот шампунь, вот не ва. Еще ничего нету больше, точно. В общем, я просто его покупала, чтобы вы понимали, почти 3 года там у нас, 2,5 лет у нас. Только нашла эту пустую банку. Это была очень неплохая вещь, я вам хочу сказать. Дальше. Я вам показывала свои кисти от Hello Kitty. Вот, как бы, да, вот так вот они выглядят. У меня осталось всего 2 кисточки из этого набора Hello Kitty. И, в общем-то, вот эта история... А, сейчас не вылазят, да? Нет, вылазят. В общем, они очень сильно вылазят. Из него вылезла уже половина ворсы. Когда красишься, все это прилипает к лицу. Все остальные кисточки тоже попереламывались либо здесь, либо здесь. В общем, это были не очень хорошие кисточки. И хорошими они были буквально первую пару недель. А потом клей их начал отклеиваться. Из-за того, что я не могу пользоваться грязными кистями. Естественно, я каждый день их мою. Поэтому все-таки я буду заказывать бьюти-блендер или спонжи по типу них. Что, скорее всего. Потому что у них все-таки... Все-таки их на больше хватает все-таки. Потому что я покупала свой бьюти-блендер где-то в сентябре-октябре прошлого года. И только недавно выбросила его. А уже, извините, апрель. Я его тоже стирала абсолютно каждый день. И он только сейчас начал терять форму, лопаться и так далее. И я решила обновить. Если же, как-то сказала, да? Чиртан моментально прочищает трубы холодной водой. Не знаю, кстати, цвет у этого чиртана всегда разный. Это у меня попадался розовенький. И сейчас попался зелененький. Две штучки вот такие. Вот это шикарное средство. Я покупаю только его на данный момент. Потому что оно мне больше всего нравится на данный момент. Были еще такая вот штука с маленькими такими человечками нарисована. Их много в упаковке. Тоже какой-то антизасур, какие-то таблеточки такие. И они продавались в фитофоре. Вот это средство было на первом месте. Чиртан все-таки на втором. Но на третье все остальные средства. Потому что они остальные для меня все абсолютно одинаковые. Вот. Дальше. Вот такой вот из фикс-прайса. Жидкое мыло креме. Ликвид СОП. 1250 мл. Экзотик. Ананас. Тарамбола. Вот такое вот жидкое мыло у нас закончилось. Оно было классно. И больше мне ничего сказать. Присушило кожу. Что оно хорошо пенилось и так далее. Там подобное. Снойфункция как жидкого мыла. Но все-таки. Уполняет это. Слава Богу. А вот это самая история. Абсолютно уверенность. Моушен Сентрик Сона. Вот это самое рецепт, которое сделало мне каку. Кожа идет она вот сюда. За борт. Дальше. Джоум. Джоум Тэм. Как-то так. Color Isolation. В общем, это здесь, если присмотреться. Это вот с таким вот носиком. Значит, средством. Которое можно увидеть. Такое средство периодически у визажиста. Которым приходит Алена Погребняк. Московский. В общем, это значит, о чем я сейчас покажу. Что это у меня закончилось. Просто рано или поздно в пустых ванночках будут уже не на чем показывать. Что уже это у меня закончилось. В общем. Я покупала 4 таких штуки. Это такой легкий тональный крем. Осмова под макияж. Каждый использует по-своему. Я покупала 4 штуки. Вот, кстати, тот самый набор с холомки и пикиточек. Там их было 7 или 8 штук разных. И, в общем-то, ну, так. Они достаточно... У меня 2 осталось. Они достаточно быстро поломались. Вот. Осталось 2 небольшие киспельки. Вот. Так. Значит, что я хочу сказать. Вот такую штуку, да. Вот этот вот тональный крем, этот легенький, да. Это самое с разноцветными этими шариками. Можно заказать на Валдборисе. По цене от 75-85 рублей и там 135-155 рублей. Что-то такое. На Азоне можно заказать даже за 600-800 рублей. Не уверена, что это не то же самое средство. Я не уверена, что у меня подделка. А вот то за 600-800 рублей оригинал. Я знаю, что я часто видела у визажистов, Олиона Погребняк на видео, что визажисты пользуются этой вещью. Рассказывают какая-то крутая, супердорогая, люксовая штука. Хотя это всего лишь тонак с Валдбориса. И он много у кого есть. Я начиталась положительных отзывов. Заказала себе аж 4 штуки. И я могу сказать, что мне очень нравится. Спасибо, Бугуль. Класс. Да пройди ты уже куда-нибудь. И я могу сказать, что мне очень нравится. Я в огромном восторге. Идем дальше. Я бы не заказывала 4 штуки. Я вот заказала, я честно, я не пожалела, что 4 штуки. Что заказала про запас. У меня вот вторая. Вторая баночка, я ее срасходовала почти наполовину. Дальше. Гель для душа, мотя волос освежающий. Вот такой вот. Он мне напоминает по запаху аромат такой вот розы. Но розы вот такой вот необычный, ни цветка. Ни какого-то там, я не знаю, другого шампуня геля, чего-то там, да. Мыла. Нет. Ни парфюма какого-то. Нет. А именно аромат розы. Такая роза, которая в ароматических палочках. Вот тот химозный аромат, когда ароматическая палочка с розой, вот она сгорает. И вот этот вот дымок, чем он пахнет. Вот это та самая роза из ароматической палочки с дымком. Он дешевый, он стоит 48 или 49 рублей. Но мне он очень нравится. Он реально клевый. Он реально клевый. Несколько раз мне нечем было постирать одежду, уже выходить не хотелось, я постирала им одежду. Не надо только мне вот это вот. Некоторые используют иногда жидкость для мытья посуды, я тоже так делаю, кстати, очень классно борются с жирными пятнами. Некоторые используют жидкое мыло, ну что-нибудь. В общем, я попробовала его, налила в шоколадок. Боже, у меня вещи пахли просто прям. Поэтому мне очень нравится эта вещь. Мне очень нравится эта вещь. У меня вообще в хозяйстве ничего не пропадет. У меня все будет израсходовано. Все. Я найду, куда найти применение такой вещи всегда. Вот такой вот бальзам-маска, чистая линия с яблоком и мятой. Ну, польза растения от бренда. Я могу сказать, что эта вещь, ну, самый обычный бальзам для волос. Ничего сверхъестественного, вот. Но... Ну, в общем-то, он работает, но ничего сверхъестественного. Бальзам-бальзам. А еще я хотела вам рассказать когда-то о конфи... Когда Дамир еще только закончил первый класс. Когда Дамир только закончил первый класс, нам мои родители прислали посылку из Америки от моего дяди. Потому что у меня дядя, мамин брат, он проживает в своей семье в Америке. И, в общем-то, они нам прислали вот такую вот посылочку. Здесь конфеты Херши... Херш... Херши... Хершейс. Вот. Значит, вот такие вот это были конфетки. Так. Здесь написано отдельно за каждую абсолютно конфеточку. За каждую, за каждую, за каждую. Все в рамовке, что, кого, чего. Херши Компани, тут что-то USA, если у вас, типа, какие-то вопросы. Ассортимент Mayberry, Gluten Free, Disglutena. Короче, по составу написано абсолютно каждая конфетка на качестве. Кого, чего. Такая вот история. В общем, вот такие были конфетки. Они были безумно вкусные. Они тут 4 штуки, они разные. Они были безумно вкусные. Вот. Вот, Milk Chocolate с молочным шоколадом. Milk Chocolate with Almond. Special Dark Milk Bliss. Milk Chocolate with Almond. Что-то тут экстра-кремий Milk Chocolate with Toffee and Almond. Ну, короче, о чем я. В общем, это были безумно вкусные конфеты. Наверное, вкуснее, чем эти конфеты. Я, если не говорить вот так голословно, типа, ничего не ела вкуснее, чем эти конфеты. Ну, я могу сказать только то, что... Бу-бу, давай, пожалуйста, освободите территорию. Можно мне тоже вот здесь со штативом присоединиться. Короче, если не говорить вот таких голословных, больших праздников, я не ела ничего вкуснее, чем эти конфеты, то я могу сказать лишь одно, что это одни из немногих действительно поистине вкусных конфет, которые я ела в своей жизни. И такие вот разборы в пустых банках еще будут, потому что я с вами хотела еще много чем поделиться. И только потом уже спустя где-то год-два я начала находить этой фирмы в экономиче, к слову, я нашла в экономиче этой фирмы шоколадную пасту. Потом я видела такую же шоколадную пасту, только в такой большой бадье, как кетчуп, знаете, такой вот. Значит, я увидела в такой бадье на обзоре у Познавателя. Не, ну, что, блин, происходит? Нет, тебе туда не надо. Что ж тебе вечно куда-то хочется залезть? Короче, я видела на обзоре у Познавателя такую пасту шоколадную, ну, не пасту шоколадную, а маску какую-то, не знаю, ну, как сгущенка, только шоколадная. Вот, от вот этого Хершеса. Познаватель, значит, с Валерой делали обзор. А еще, еще, еще. А я покупала то же самое, только в тюбике, как вот майонез, да, откручивается этот кетчуп. Вот, и то, ну, обалденная вещь. То есть я сейчас вижу от этой фирмы что-то и у нас тоже. Я не знаю, что там за производитель, где оно было изготовлено. Возможно, по рецептуре американское сделано у нас, в России было, допустим. Я это вот без понятия. Но вот то, что вот это вот сделано в Америке, то, что это присылал мой дядя из Америки, это факт. И это были безумно вкусные конфеты, это был интересный опыт попробовать их. И, в общем-то, прощаемся с этой пачкой тоже. Вот такой вот у нас получился разбор, пусыльба, ну, от чего я избавлюсь. На улице, на самом деле, такая погода, вот с утра мне как-то было так душно, так жарко дома. И сейчас я вот проветрила, хорошенялась, и чувствую, как свежий воздух пошел. Поток свежего воздуха входит к нам домой. И когда мы были с Амиром на улице, я заметила, что вчера был дождик, да, асфальт еще не высох. Возможно, дождик был и ночью тоже, или утром, без понятия. На этот счет вот, но я могу сказать только одно, то, что... Сейчас скажу. Я могу сказать только одно, то, что на данный момент, когда мы были с Амиром на улице... Господи, да что ж такая заинтересованность к этому пакету у кота. Надо его срочно убрать. У нас здесь в коридоре стоит такой большой бак, но я туда сношу все наши мусорные пакеты. Потому что я вот сейчас пустые банки разобрала, уже большой пакет мусора. Вчера вечером пакет мусора насобирался, это самое... Тоже нужно это все выносить, да, это самое. Дальше что? Сейчас я тоже буду делать уборку, что-то готовить тоже, какие-то очистки, какие-то пачки. И в общем-то в итоге 2-3 пакета ежедневно насобироваются у нас, вот. Поэтому, конечно, если готовить, если убираться, конечно же, мусор будет собираться. Но выношу я его только один раз в день. Вот я сейчас заберу, да, не раз до школы. Он сейчас в школе, потом он сам пойдет в театральную студию. А потом уже я его буду забирать. Еще сегодня приедет курьер, но он приедет с 9 до 18 часов, где-то так, и привезет твою беговую дорожку. Вот, так что мечта сбывается, как я уже рассказывала. Вот, дальше что? И поэтому вот, когда я уже Домира со школы заберу, мы скинем все вещи, заберем эти пакеты с мусором, пойдем их вынесем и снова вернемся домой. Вот как-то так. Ну, еще, может, мы в магазин зайдем, я еще пока без понятия. Пойдем в магазин или нет, я пока не знаю. Вот, в общем-то, как-то так. Поэтому, что я хочу и могу сказать по всем этим поводам. Так, 8.59 время, я уже думала больше. Я уже думала где-то 9.20, 9.30, где-то так, но нет. 8.59. Ну, вот, ладно. В общем, о чем я, блин, хотела рассказать? Вспоминай, Настя, вспоминай. Не помню. В общем, как-то так, это самое. Ну, несколько раз в день я редко выношу мусор. Вот, в принципе, могу, но редко. Потому что, если раньше мы жили в квартире, которая я проходила, прям через эти мусорные баки, когда шла ребенка отводить в школу, или когда там собирала его со школы и так далее. То есть, я выходила на улицу, я прям проходила мимо этого бака и спокойно могла выбросить мусор. Сейчас мы живем в такой местности, где рядом нет мусорных баков. То есть, нужно идти, нужно там пройтись, как бы, прямо от дома немножечко. Вот, там, я не знаю, метров 100, метров там 70, я не знаю. Вот. Но мне в другую сторону. Мне дело в том, что когда мне до мира нужно отводить в школу со школы и так далее, мне нужно идти в другую сторону. И времени у меня нет. Идти вот туда. И плюс мы, когда жили в той квартире, вот в предыдущей, почему вот я не оставляю нигде мусорные пакеты, потому что ими сильно заинтересовывается кот. Он просто их раздербанит. У него бывали моменты, когда пакетами мусорными он не интересовался. Ну, как бы, у него это все, как вот, забытая песенка старая. То есть, он сегодня не интересуется, а завтра он начинает резко интересоваться пакетами и опять начнет их дербанить. Зачем мне, как бы, этого ждать? Я не очень хочу, потому что в пакете его наполнитель. Вот, какие-то очистки пищевые, еще что-то. А поэтому у нас нет на виду мусорных каких-то ведер открытых, мусорных каких-то ведер, из которых может кусочек пакетика торчать. То есть, да, некоторые, как, одевают пакет на мусорное ведро, сверху крышка, да? Ну, то есть, все равно кусок пакета будет вылезать, он будет виден из пакета, из ведра. И, то есть, кот подойдет, лапой вот так отснят этот пакет, все, и ведро будет валяться вместе с мусором. То есть, нам самый удобный вариант был купить большой бак и поставить... О, красивый, ну, я считаю, что красивый, нормальный. Вот. Пока это как-то вот так выглядит. Вот он, этот бак. Нет, мы до сих пор не сделали возле двери всю эту историю, потому что некогда. Муж все время на работе, ему не до этого сейчас, вот, а за все подряд не схватишься. Пока мы только повесили телевизор на кронштейн. Еще такой момент, повесить телевизор, то мы повесили, теперь у нас не достает провод от телевидения кабельного до телевизора, поэтому нужно покупать переходник для этого, вот. Значит, пока мы сделали это, заказали беговую дорожку, заказали еще всякие приблуды там, господи, ах, ну, короче, технику бытовую всякую. Заказали шкаф, нужно этот шкаф собрать, разобрать, вынести. В общем, пока у нас такое, нужно пледы купить на кровати, на диваны. В общем, пока хватает, что разбираем сумки вот эти все до сих пор, вот, что у меня цветок, тут потек, надо будет решить этот вопрос, снова купить ему горшок человеческий большой, крупный. В общем, хватает всяких вот этих вот моментов, хватает всех вот этих вот дел, вот. Поэтому как-то так, вот, как-то так, постоянно что-то мы меняем, надо жалюзи повесить, заказать новые жалюзи в кухню, в общем, хватает пока всех вот этих моментов, пока до чего колотиться. Но, естественно, потоковые дела ежедневные тоже никто не отменял, бухи, стирки, уборки, мытья посуды, готовки, школы, домашних заданий, кружков, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Полисосений, там, мытья полов и все такое прочее, вот. Это все равно все никто не отменял, блин. Вот, это все равно все на мне в итоге. Вот. Поэтому, поэтому вот так вот. Что еще хотела рассказать? Да не знаю даже, что. Поэтому вот так вот. Не могу я пакеты вот раскрывать, да, их как бы, ну, рядом с котомок где-то держать. А у нас раньше возле мойки был такой вот шкаф кухонный, в котором было очень много места. И вот, ну, посуду, мне в нем неприятно было хранить, как бы посуда в шкафу возле пола. Для меня это странно было. Поэтому посуда у меня была вся такая вот подверженная. И поэтому в шкафчиках, которые были как раз-таки возле пола, один шкафчик я использовала чисто под кошачьи приблуды. То есть там у него лежали его миски, корм, наполнитель, пеленки, все-все-все, чисто для кота. А в другом шкафчике у меня лежали бытовая химия всякая для уборки. И у меня там же были вот эти вот самые мусорные пакеты, мусорное ведро. Здесь кухня меньше, и здесь нет такого пристранства для мусора, для того, чтобы его выбрасывать. Потому что, опять же, ну, тут много кто может сказать, ой, засеруха, типа что мусор падло вынести. А вот у меня, когда ребенок лежит с температурой под 40, честно, вот меньше всего мне хочется обижать и выносить этот долбанный мусор. Но кормить-то я его все равно буду, в туалет там все равно будем ходить, убирать-то я все равно буду убирать. У кота в лотке я буду убирать. Корм насыпать буду, то есть пачки из-под корма, наполнитель кошачий с его делами, куда он там сходил. Я это не сливаю в унитаз, я не хочу засорить себе канализацию, у меня по этому поводу предрассудки. Даже если будет написано, что можно сливать в унитаз, я этого все равно делать не буду. Все равно какую-то там курочку приготовить, там еще что-то почистить, какие-то уже пищевые отходы пошли. Картошечку там пожарить, еще что-то, опять пищевые отходы. Бульончик какой-то там вкусненький, там супик легенький сварить, опять же почистить морковку, лук почистить. Опять пищевые отходы. Там печенье какое-то раскрыть ребенку, это самое, к чаю. Уже, пожалуйста, пачки с этого печенья. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Где-то салфетки важные зарасходовала, где-то еще что-то, где-то какие-то бумажки. Где-то что-то там вырвало, какой-то рис пошла, выкинула Ну то есть, мне вам объяснять, как оно появляется, мусор и так далее Как оно все накапливается, вся эта история И естественно, что у меня вот так вот У меня за день вот так, где-то какая-то футболка изодралась Носки какие-то порвались, поэтому я не знаю, честно Вот многие мужики там, да, в интернете Отшучиваются по этому поводу, что вот, мол, там жена уехала в командировку У меня типа за неделю набралось только одно мусорное ведро Ну я не знаю, ну как одно мусорное ведро, если мусор завоняется Если ты эту картошку начистил, это самое, чтобы пожарить Неделю тому назад, она неделю в этом ведре валялась И для очистки, там же мошки заведутся в этом мусоре Все равно нужно ежедневно, но если не выкидывать прям каждый день То хотя бы завязать и убрать нафиг этот пакет Вот, это самое, ну, я не знаю С пылесоса тоже это самое, ежедневно робот пылесос убирается Конечно, все шелуху с него тоже надо выбросить Ну и вот так вот получается, это самое Какие-то губки, мочалки, еще что-то Какой-то шампунь закончился, там, вот те же пустые банки, там, еще что-то Я не знаю, как вот так у людей получается, что у них вообще нет мусора У меня каждый день один, два, три пакета Зависит от того, как, то есть, день прошел То есть, если я прям наготавливаю, то, конечно, у меня будет много У меня будет больше мусора, да, если пустые банки разбираю Если там одежду разобрала Один, два, три пакета ежедневно Если, опять же, не готовила, никуда не ходили Никакого печени там ничего не раскрывали Если чисто у кота убралась, там, с пылесоса вытряхнула Там, я не знаю, может, какой-то фантик выкинула и все Вот, то, конечно, один тогда пакет Но, опять же, он не наберется полностью Он не наберется полностью, но я все равно его завяжу и выкину Вообще, начала говорить, вообще, к чему это все Это настолько скучно живется, что решила рассказать вам про мусор Монитор еще этот надо выкинуть, нафиг он не нужен Кому-то нужен монитор? Маленький вот такой мониторчик, надо кому-то? Оп-оп-оп-оп-оп В общем, не знаю я Я сегодня что-то опухшая, что-то переборщила со стрелками Что-то, короче, что-то, короче, вообще Ну, ничего, зато сейчас пойду еще имбиря наеду, сяш, мало опухла Ну, это самое, ничего, у меня теперь есть беговая дорожка Ну, как есть, практически, она скоро совсем будет Я вообще, о чем это? По поводу беговой дорожки Хочу сказать такой момент Она должна была прийти вчера, 11-го числа Ну, недели две тому назад мне позвонили с Яндекс Да твою мать, Бубу, ты заколебал Мне позвонили с Яндекс.Маркета и сказали, что, к сожалению Во время доставки что-то произошло То ли продавец передумал, то ли еще что-то Я не знаю, что там у них произошло Во время доставки, ну, значит, мне сказали, что моя беговая дорожка возвращается обратно к продавцу И, типа, деньги мне вернут и сделают небольшой бонус в виде 500 рублей Ну, ок Начали мне, значит, у меня мужик этот, который мне позвонил, спрашивает Вы, типа, все поняли? Я говорю, да Он говорит, есть еще какие-то вопросы, типа, ко мне? Хотя у меня вообще никаких изначально не было к нему вопросов Я говорю, нет Он мне такой говорит, ну, хорошо, типа, я, говорит, могу вас ориентировать еще, говорит, по беговым дорожкам Типа, там, говорит, есть еще варианты, похожие на вашу, только подороже чуть-чуть Я говорю, да не, не надо, говорю, меня ориентировать Спасибо, я сама разберусь с этим вопросом В общем, все, мы с ним попрощались, на этом все закончилось Мне пришлось снова зайти Я подождала, пока мне вернуть деньги Ну, скажем так, деньги мне вернули где-то часов через 6-8 После звонка этого мужикам, вот Но до меня пытались дозваниваться где-то за сутки, за полтора До того, как случилась эта история с доставкой, насколько я поняла Но я не поднимала трубку, потому что в тот момент Меня заколебали спамеры от Ростелекома Сегодня тоже звонил кто-то, я такая, отвечает, да Мне, типа, какой-то говорит, здравствуйте, типа Я, типа, Михаил, я, типа, там, вас беспокоюсь с Ростелекома Я такая говорю, до свидания, Михаил Причем звонил этот Михаил где-то в полтретьего ночи Вот, потому что у меня номер, на который он звонит Он, в общем-то, оттуда, где было не полтретьего ночи, вот Потому что это полтретьего по Владивостокскому времени А он у меня был куплен там, где сейчас по Московскому времени, вот И, видимо, они поэтому и названивают Ну да ладно, да ладно В общем, я о чем это хочу сказать Я хочу сказать такую вещь, что Значит, мне пришлось вот это вот И меня тогда заколебывали спамеры, и поэтому я не поднимала трубку Когда мне позвонили с Яндекс.Маркета, видимо Потому что, ну, забрали уже, то молчат в трубку То какая-то музыка включается То какую-то дичь мне начинают рассказывать это самое В общем, ну, я не стала брать трубку в этот момент Так она совпала, что звонили, наверное, с Яндекс.Маркета Тогда, потому что мне этот мужчина сказал, что, типа, вот, мы вам звонили, вы, типа, не могли вам дозвониться Отправьте мне СМС-ку, Яндроверт, честно Я больше люблю СМС-ки, пишите мне СМС-ки Я очень не люблю, когда мне звонят Когда мне даже звонят, вот, Сбермаркета Я всегда делаю пометку, что не надо мне звонить Просто не берите товар, не надо мне его заменять ничем Просто не берите Все, отмену делаем, и все, если этого нет в этом В магазине, не надо просто ничего брать вместо него Не надо мне звонить Но мне практически всегда все равно звонили Хотя есть эта пометка Вот То же самое касается KFC Чего вы мне звоните? Не надо мне звонить. Не надо мне звонить задерживаться. Или в Токио тоже постоянно. Я делаю заказ. Я уже его жду. Уже вроде я думаю, сейчас он уже придет уже. И тут меня звонят и спрашивают. А давайте мы вас сориентируем по поводу вашего заказа. Здравствуйте. И она начинает мне оглашать список всего, что я заказала, стоимость. Говорит, все верно. Я говорю, все верно. Она такая, ну все, ждите ваш заказ. Зачем это делается? Непонятно. Почему другие так не делают? Почему мне не звонят с Додо Пиццы или с Пицца Просто и не говорят то же самое? Хотя с Пицца Просто мне регулярно звонят и говорят. Ой, а нет, короче, Кока-Колы. Не хотите ли вы там спрать, допустим? Ой, а нет, короче, там сырного соуса. Не хотите кетчуп? Или наоборот. В общем, тут тоже периодически названивают. Процентов 30-40 случаев моих заказов названивают. В Додо еще ни разу не звонили и такого не было, чтобы у них чего-то не было. По-моему, как-то так было. Вот. Мы с вами был там уже 34 минуты. Вот. Ну да ладно. В общем, вот такая вот история. Это, в принципе, все, что я хотела рассказать на данный момент обо всем этом, обо всем случившемся. Вот. У меня еще огромное количество дел. Мне нужно немножко поработать. Мне нужно погенералить в квартире. Вот. Мне нужно тут много чего перебрать, разобрать. Вот. Поэтому. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо, что вы меня смотрите. Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Комментируйте мои видео. Заходите ко мне в Инстаграм. Смотрите фоточки наши. Пишите мне, я не знаю, в личку в Инстаграме. Давайте общаться в Директе будем. Единственное, что я не очень люблю, когда мне звонят. Поэтому не надо мне звонить из Инстаграма. Мне это не очень нравится. У меня не всегда есть на это время. У меня не всегда есть на это желание. Иногда мне от этого страшно. Мне кажется, что за мной сталки ряд. Поэтому на смс я отвечаю, на звонки нет Вот, дальше что? У меня просто были ситуации, когда за мной реально стал Кириллем Вот, один тип за мной стал Кириллем лет пять Потом он сел в тюрьму Потому что он работал на стройке И он кого-то отлупил кипячом по голове Он был ненормальным человеком Почему-то это не как вот То, что он за мной столько лет стал Кириллем Задал бы у меня сообщениями Узнавал везде каждый раз мой номер Всем рассказывал парням, которые ко мне хоть как-то проявлялись Что он со мной в отношениях В общем, это был очень странный и очень сумасшедший человек Но почему-то на тот момент, когда это всё происходило Не я как-то к этому действительно серьёзно не отнеслась Ни мои родители, хотя у них гораздо больше опыта, чем у меня Почему-то никто к этому действительно серьёзно не отнёсся Вот, ну я вообще, например, себя не берегла У меня было шилы в жопе лет до 19-20 Скажем, до того момента, как я вышла замуж и забеременела До этого момента У меня вообще, наверное, напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения Я творила такие вещи просто без барана, блин Там на голову не натянешь просто, а порой что я творила У меня отсутствовал напрочь инстинкт самосохранения Вот, тут нечем гордиться Просто это факт И я думаю, у многих подростков, к сожалению, это так. Единственное, что в отличие от многих, опять-таки, подростков, я не употребляла никогда наркотики. Вот этого никогда не было в моей жизни. Ни наркотики, ни уколы, ни таблетки, ни нюхать, что-то. Никогда такого в моей жизни не было. Никогда, никогда, никогда. У моих друзей было. Тут, да, к сожалению, у людей, с которыми я общалась, это было. Но я об этом узнавала не сразу. Мне об этом никто не рассказывал вот так вот, с бухты-бутарахты. Дипа, ты знаешь? Нет, я об этом узнавала, честно, случайно. вообще чаще всего, чаще всего, даже тогда, когда мы уже либо перестали общаться, либо когда уже вот совсем скоро наше общение уже сходило на нет, скажем так, вот. Как-то так, поэтому, к сожалению, да, и я, честно говоря, не сильно понимала, что человек действительно употребляет, почему я не понимала, ну, наверное, не так много употребляла, не так часто человек, люди эти употребляли, да, это были не все мои друзья, но некоторые из них, да, такое было. И опять же, в тот период, в тот период сказать, что, типа, человек себя странно ведет, этого недостаточно, потому что это были годы, 7-й, 9-й год, 10-й, 11-й, это были годы, когда было очень много эмо, неформалов и так далее, И я как бы общалась и в кругу неформалов Поэтому сказать, что человек себя странно ведет Не, ну если он и так выглядит, да, как панк, как гот или как эмо То тут как бы, ну, если он себя еще ведет по характеру как-то, по своим проявлениям странно Ты на это не обращаешь внимания, потому что он уже в принципе выглядит странно Не так, как очень многие другие люди, да При том, при всем, мне нравится стиль эмо, гот, а в панков и так далее Я нормально к этому отношусь Вообще отлично отношусь к неформальному стилю, вот Он гораздо интереснее, чем самый обычный какой-то стиль Он гораздо веселее, вот Но дело не в этом Дело в том, что просто не обращалась на это внимания Люди слушали рок-музыку, отращивали челки, красились во все цвета радуги Я не знаю, подводили глаза черным карандашом Делали козу, это самое, на рок-концертах Мотыляли бошками Мы творили всякую разную дичь И поэтому, если человек вел себя где-то немного странно Мы, по сути, все себя вели где-то немного странно И поэтому я, например, не понимала, где странное поведение просто от того, что ты загадочного из себя строишь Там неформала какого-то там Такой типа прям, я такой страдалец Я такой ванилька, я такой сяду, короче, на этот На подоконник, буду пить какао с маршмеллоу Которая тогда была просто воздушная зефиром А не маршмеллоу, как это называют сейчас Буду, короче, курить сигаретку Смотреть на этот самый На свой город с восьмого этажа И слушать Animal Just, My Chemical Romance Я не знаю, Мертвые художники Never Smile Что-то, что-нибудь такое Это самое Sleep note My Bullet for My Valentine В общем, это не важно Буду что-то такое слушать Смотреть в окно Пить какао, курить И вот такой я весь загадочный Такая вот ванилька Вот так вот Поэтому в тот период Странное поведение Оно как бы, ну, типа Было в порядке нормы В принципе Поэтому сказать, что человек Вел себя странно из-за каких-то веществ Ну, было просто анреал Было невозможно Мы все были странными на тот момент Я не знаю Возможно, нынешние подростки тоже странные Но они странные как-то иначе Как-то по-своему, как-то по-другому Они странные У них как бы свои другие странности Вот Как-то так Я чешу спину Это кайфово Это обалденно И вообще, если честно Если честно Я очень часто немного жалею о том Что я открыла для себя Ютуб Настолько поздно Как в плане блогерства У меня всегда Я когда была маленькой У меня был магнитофончик На который я записывала кассету Которая у меня есть до сих пор Я взяла с собой эту кассету Значит, я записывала тогда Знаете что Я тогда фантазировала У меня там куклы И переплывали что-то куда-то И учительница я была И у меня там всякие разные были сюжеты Я записала целую Целую кассету Скажем так Сказок моих Возможно, это как-то можно оцифровать Это было бы клево В общем, я там, да Я там фантазировала Ну пусть это будет лет там 7 Потом у меня появлялись Телефоны с камерой И я начинала всех фотографировать Снимать У меня огромное количество Видео и подоматериалов Которые есть на разных соцсетях Вот И как бы ну вот так вот Я тогда очень любила снимать Фотографировать Вот Все какие-то посиделки Гульки, еще что-то Я все снимала и фотографировала И у меня реально огромное количество Материала Которые у меня есть Когда вот мы еще подростками были И вот я единственное, что жалею Что почему я открыла Ютуб для себя не тогда Во-первых, говорят, что тогда была монетизация Сразу и для всех Во-вторых, я в курсе, что тогда было ужасное В основном у людей было ужасное качество Это если ты не какая-нибудь 30-летняя тетя Типа там Елена 864 Я не знаю там И так далее Которая снимает на какую-нибудь крутую камеру Свои обзоры макияжные и так далее А если ты просто Настя Известиноватая Вот У которой просто есть телефон С не самой лучшей камерой Вот С камерой, которой ты просто будешь Пересматривать эти видео у себя на телефоне Этой камеры достаточно Для того, чтобы отправить по блютузу это видео Кому-то достаточно неплохое изображение Но для того, чтобы выкладывать это на Ютуб Ну, наверное, не самое шикарное качество Скажем так Но мне кажется, что все плюс-минус Когда снимали именно такого качества видео И я не скажу, что сейчас мои видео Супер-пупер классного качества Но, если честно, я и не стремлюсь Я не стремлюсь иметь штатив Супер-пупер свет Какой-то супер макияж Команду людей, которая будет меня снимать Я не стремлюсь супер-круто монтировать свои видосы И вообще, в принципе, их монтировать чаще всего Я тоже не стремлюсь Вот И Я хочу сказать, что Я хочу сказать, что Дело в том, что Я очень жалею Что я не начала снимать тогда свои видосы Мне кажется, что моя подростковая жизнь Была просто безумно интересной и насыщенной Я не могу сказать, что я несчастна в нынешней жизни Нет, счастна, очень даже Но дело в том, что просто было очень много прикольного всего интересного То, о чем я могу сейчас просто рассказать Но если бы я это снимала и показывала, было бы прикольнее и веселее Плюс, как я уже сказала, мой канал был бы больше Мой канал начал бы свое существование гораздо раньше Ну, допустим, если с 2010 года плюс-минус То моему каналу было бы уже 13 лет И действительно, у меня тогда было огромное количество концертов Поездок, просто сумасшедшая подростковая жизнь Вот, и действительно было, что снимать И это было, что смотреть и так далее И YouTube когда-то только развивался, он давал монетизацию всем И я видела огромное количество подростков Чаще парней даже, чем девчонок, которые снимали какие-то вот такие вот Ну, которые тоже были из плюс-минус такой же тусовки, как и я Которые тоже были там неформалы и так далее Которые ездили на концерты, на вписки, еще куда-то И вот они тоже снимали вот это вот всю свою такую вот жизнь И мне прям так было интересно это смотреть Я вот помню, смотрела тоже одного парня-блогера Мне так было интересно, он часто ездил по Украине Блин Заграли уже повышенная ставка При первом открытии накопительного счета Спасибо большое По кредиту предлагают взять, только какие-то ставки В общем, я хочу сказать, что я смотрела, значит, одного парня Тоже это самое блогера Вот, мне очень нравится, как вот он просто там ездил на поезде Туда-сюда, на всяких вписках, к друзьям там Готовил там пиццу с друганами на хате и так далее И он это так клево и самобытно показывал Это было реально очень интересно смотреть Я прям кайфанула, мне прям очень нравилось Вот, кстати, по поводу камеры Мне очень нравится вооружение Вероники Степановой Когда у нее спрашивают Вероника, ну почему вы так шикарно выглядите там в своем возрасте? Спрашивают у нее, почему вы так хорошо выглядите и так далее И она, в общем-то, говорит, девочки, делать там не в филлерах каких-то Там не еще там в чем-то там Она говорит, просто херовая камера и херовый цвет Все, говорит, вот и весь секрет того, говорит, почему я так шикарно выгляжу И я такая думаю, блин, ну класс Она даже говорила, по-моему, где-то что-то в таком духе Что она не покупает себе камеру лучшего качества По той причине, что она на ней будет хуже выглядеть Либо в этом нет никакого смысла Возможно, это была просто шутка, вот Но, как бы, мне эта шутка очень зашла Как-то так В общем-то, в принципе, это все, что я хотела рассказать О том, что если бы можно было вернуть время вспять Я бы начала свой канал еще в 2010 году Я ни о чем не жалею Я не жалею, что я снимаю свои видео Я не жалею, что их кто-то может там найти, увидеть Посчитать, что я там снимаю какую-то ерунду Что там какая-то дичь, позор, еще что-то Я вообще об этом не думаю Я ни о чем не жалею Очень многим моим знакомым мои видео нравятся Очень многие мои знакомые мои видео смотрят Рассказывают об этом Очень многие люди, с кем я раньше работала Вот, с кем там общались Еще там в Донецке и так далее Вот, всем привет Я знаю, что они меня смотрят И потом, когда мы там созваниваемся, общаемся Очень интересно получается, что там У Володи спрашивают Ой, а вы что там? Или он там рассказывает Ой, а мы там ездили во Владивосток Ходили на море, там делали то-то-то Поднялись на гору, там, вот сестру и так далее А ему говорят А мы уже все видели Мы уже все видели Твоя жена выкладывала на ютуб Мы уже смотрели То есть они эти вот Наши знакомые, друзья и так далее Леги по работе бывшие Они уже все вместе с нами поднялись на эту гору Они уже вместе с нами сходили на эти все пляжи и так далее И это как бы прикольно Потому что они как бы имеют Ну, в какой-то степени Доступ какой-то вот в твою жизнь Ну, короче, они тоже могут Хоть они очень далеко от нас Но они тоже могут сходить на эту гору Съездить куда-то, еще что-то Это кайфово Это реально кайфово То, что ты вот можешь показать Своим знакомым эту часть жизни Разделить с ними этот кусочек своей жизни Или с незнакомыми какими-то людьми У меня были частые моменты Почему я смотрела потом вот в какой-то период Вот видосы эти, да Там про вот этот вот парень Который готовил пиццу с друзьями, да И там ездил по Украине Еще много кого вот подобные видосы Как это английский Лес возле дома Как, я не знаю, там они по Лондону гуляют Как поезд едут Как водку русскую купили Не важно, это не важно Мне было не важно Я чувствовала, что я В какие-то периоды в своей жизни Я была очень одинока И в эти периоды я чувствовала, что рядом со мной Вот как будто бы они мои друзья Как будто бы они мои друзья Как будто я причастна к их жизни К какой-то степени И на самом деле видео вот такие вот Влоговые, разговорные, болтологические Какие угодно Видео, где люди показывают Свою собственную жизнь Это обычно Ну, то есть, либо они сами по себе одиноки Вот И либо они интроверты Вот и так далее И им важно делиться Либо там, я не знаю Хотят быть ведущими И пытаются реализоваться Таким способом, да Хотя бы Но еще такой момент То, что такие видео Очень помогают людям, которые одиноки Которые одиноки И правда, это очень помогает Это очень сильно помогают Такие видосы Вот Вот эти вот поездки Анны Сомны с Гаррисоном Ее бывшим молодым человеком Ее бывшим возможным мужем Потому как они разошлись Я так понимаю После помолвки Дело в том, что Все вот эти видео, которые она выпускала Я смотрела с огромным удовольствием Как они ездили, Хэллен отмечали И какие чаи они пьют И как у нее были проблемы с кожей Как она их решала Где она работает Как просто ходила улицами Лондона Какие у них растут ягоды Недалеко от дома Какие национальности проживают В их городе Вот Там, по-моему, много ирландцев Если я не ошибаюсь Она показывала, как они Хэллен отмечали Я сказала, нет И мне было это очень интересно Потому что у нас его либо не отмечают Либо отмечают Естественно, не так, как это происходит В Англии Но мне было интересно Она показывала, как она ходила на свадьбу Мне было интересно Посмотреть, как вообще проходят английские свадьбы Но то же для кого-то это ерунда Когда люди снимают свою жизнь И они не понимают Зачем это делают другие люди Зачем кому-то смотреть на то Что купил другой человек Чем он пользуется Какие у него пустые банки То, что я очень люблю И сама снимать И у других смотреть Типа, кубки очень люблю смотреть Типа, какая разница Какой вы чай пьете И какой вы телевизор купили И так далее С одной стороны, да Это логично Действительно Зачем тебе смотреть на жизнь другого человека И вот эти вот все аспекты этой жизни Но с другой стороны Лично мне это очень нравится Мне это очень нравится Я люблю блогеров я люблю лайв-блогеров, тех людей, которые снимают собственную жизнь, и мне очень нравится заниматься тем же самым. Пусть даже меня не смотрят в таких количествах, как этих блогеров, но, тем не менее, все равно у меня есть люди, которые на меня подписаны, и я их не тащила вот так вот за глотку, а ну-ка, подпишись на меня. Они подписались, они добровольно это сделали, я не продавала ни рекламы, никого не накручивала, если накручивала, наверное, у меня было бы гораздо больше и зрителей, и просмотров, и подписчиков, и так далее. Но их столько, сколько есть. Вот что есть, вот все мое, не больше, не меньше. Вот. Спасибо еще раз за внимание. Целую, люблю, до новых встреч Пока-пока-пока И я хочу сказать вам, чтобы вы верили в себя Верили в свое будущее, верили в свою идею Даже если кто-то считает, что это ерунда Даже если кто-то в вас не верит Даже если кому-то за вас стыдно Если это делает вас счастливыми, вы должны это делать Потому что вы проживаете в данный момент свою жизнь Жизнь не каких-то родственников, не каких-то друзей и знакомых А свою жизнь Потому что те люди, которые вам указывают, как жить Они с удовольствием прожили свою жизнь и вашу проживут Но вашу жизнь вы должны проживать сами Поэтому, чтобы не было такого, как сидеть у гробовой доски и думать, блин, а ведь я и не жила толком, а могла жить совсем иначе, чтобы потом не было таких мыслей о том, что жизнь была брошена впустую, и ты мог столько всего сделать, но не сделал, и даже не попробовал, чтобы такого не было. Я считаю, что нужно брать, делать и пробовать. И пусть другим будет смешно, и пусть полетят камни, тапки, неважно. Главное быть счастливым, и главное, чтобы то, что ты делал, приносило тебе удовольствие. До новых встреч. Так что там по поводу погоды, сказала или не сказала, уже не помню, блин. По поводу погоды, сейчас на улице такое ощущение, что не весна, и совсем скоро лето, а что наоборот, лето прошло, и совсем скоро уже будет зима, что уже осень, такая вот осень с дождями, что сейчас там с листвой обавшей и так далее, уже так прохладно. Вот такая вот погода сегодня, и запах такой вот там, такой, ну, осенний прям, осенний, прям осень на улице, не весной запахло, прям осень. И все, хотела добавить такой момент, я почему-то сегодня ночью вообще не спала, я вообще не могла умственуть, я мучилась, воручилась, у меня была прям дикая бессонница. Я очень из-за этого расстроилась, потому что перед тем, как лечь спать, мы с Домиром учили стих, ну, я помогала ребенку учить стих в школу, и мне прям очень хотелось спать, меня прям рубило, я прям не могла, мне прям спать хотелось и капец. И мы с ним еще до уроков тоже смотрели сериал, и мне тоже безумно хотелось спать, и я думала, вот, сейчас сделаем уроки, и я наконец-то ляла отдыхать. И как только время пришло к тому, чтобы лечь отдыхать, я вообще не могла уснуть, абсолютно. Даже когда вот я пыталась, и практически уже вот-вот проваливалось все, мне начиналась сниться какая-то дичь, и я моментально вставала. То есть я помню каждый час, каждые полчаса, которые я вот смотрела постоянно на часы, я помню, что легла спать, было где-то 22.50. Мы рано легли, потому что очень хотела спать. Было где-то 22.50. Потом я помню 23.18, 23.30, потом я помню, что я подумала, что я же делала к утру, а я все никак не могу усынуть, я смотрю на часы, час 18 где-то было. И так я помню, вот два, три, четыре раза где-то, каждый час, я смотрела, вот в час ночи, да, пока с часу до двух время прошло, я два, три, четыре раза посмотрела на время. Два часа, три часа. И уже начинается с четырех утра, я прям, ну, я уже, уже, я не могу, я уже ворочаюсь, прям капец. Я ненавижу эти периоды. У меня бывали бессонницы и по две недели, когда сил уже нет вообще, когда уже конкретно знатно вырубает, кажется, когда уже, ну, все уже болит, уже такая усталость, а ты не можешь спать. Вот не можешь и все, и по две недели у меня такое было. Ни днем, ни ночью, ни в какое время суток вообще нет сна, ни капельки, но усталость жуткая. У меня такая фигня была всегда в начале осени, когда дело пришло с тепла, уже как раз на холод, сентябрь-октябрь где-то так. И у меня всегда такая история была по весне. Ближе к такому конкретному теплу, как раз таки апрель-май. Ну, тут немножко другая погода, но тем не менее. И вот так вот два раза в год у меня сначала неделю сильное головокружение, неделю две, а потом у меня жуткая бессонница неделю две. Это просто жопа. И вот так вот по месяцу я мучаюсь. Получается два месяца в году. У меня вот такая же, два месяца в году женщины идут в месячный, а у Насти еще два месяца в году вот такая фигня с организмом происходит. Итого четыре месяца мучений. Тоже что-то меня отвлекло, и я так и не закончила рассказ про беговую дорожку. В общем, та беговая дорожка, которая должна была прийти вчера, две недели тому назад. Мне отменили доставку на полпути ко мне. Я в этом рассказала, рассказала, какая скидка мне была от Яндекс.Маркета за вот эту ситуацию. Деньги мне вернули в течение 6-8 часов после звонка оператора. Это самое... Хотя они пытались мне названиваться за сутки до этого, но в тот момент меня очень сильно спамили от Ростелекома. Вот. И поэтому я не брала трубку. У меня задрали спамеры. Поэтому от Яндекс.Маркета я тоже не взяла трубку, видимо. Дальше. Мне, значит, сделали скидку. И, значит, предложили сориентировать по другим беговым дорожкам. В общем, я сказала, что мне это не нужно. Вопросов у меня никаких нет. И как только деньги мне перечислили на карту обратно, я заказала другую беговую дорожку. Значит, и она должна была прийти в понедельник. Ну, она 10 апреля, но доставка задерживается. И теперь она должна прийти сегодня, 12 числа, 9 утра до 6 вечера. То есть сегодня она должна все-таки теперь уже прийти. Дорожка моя. Вот так все. Я ожидаю. Это уже другая дорожка, новая попытка. Много где нельзя заказать. Это не Москва, конечно. Много где нельзя. На Валберисе нельзя заказать сюда эту дорожку. На Азоне тоже не вышло, потому что они почему-то не доставляют на наш адрес. Когда мы жили через дорогу от нашего нынешнего дома, то прекрасно все доставлялось. Прекрасно можно на этот адрес было заказать доставку. Вот. А на этот адрес нельзя. И на пункт выдачи нельзя, потому что это габаритная доставка. Ну, то есть никак нельзя. И, в общем-то, слава богу, хотя бы на Яндекс.Маркете можно. Можно еще на Спортмастере, но все-таки мне Яндекс.Маркет ближе, чем Спортмастер. И мне, я на Спортмастере ничего не заказывала еще Поэтому мне, конечно, Яндекс.Марки в этом плане удобнее Потому что им я уже пользовалась, у них я уже заказывала Поэтому как-то так Еще я рассказывала про одного сталкера, который за мной сталкерил на протяжении 5 лет подряд И пытался портить мне мою жизнь Но я не рассказала еще об одном человеке За мной когда-то пытался сталкерить сосед Это было ужасно, потому что мы уже давно не были соседями И когда он шел Я была в автобусе вместе с ним и ехала И потом, когда я шла домой, он за мной следил Причем к моему дому можно подойти совершенно по-другому Но я там пошла больными путями И он пошел за мной этими окольными путями То есть вместо того, чтобы пойти нормально и прямо Если ему действительно нужно было идти туда же, куда и мне Он пошел совсем по-другому Он пошел прямо А он пошел окольными путями И так, и так, и так И тут я обогнула вокруг И тут То есть я очень много лишних шагов, так сказать, намотала И он все это время шел за мной То есть он тупо за мной сталкерил И у меня такое было в жизни Еще у нас здесь даже уже находки Один мужик бородатый такой, лысоватый Полный такой Он ходит в таких вот круглых очках С толстым стеклом, как в советских таких Сейчас у него уже другие очки, кстати И, в общем, этот мужик за нами тоже следил Но я не могу сказать это наверняка Потому что просто ситуация совпадала так Что где бы мы ни были, там везде был этот мужик Везде Вот мы сколько вот в процессе прогулки Мы тогда изучали только этот район Мы тогда только сюда переехали Мы ходили, гуляли, бродили И везде оказывался этот мужик, куда бы мы ни пошли Поэтому меня это невольно натолкнуло на мысль о том, что он за нами следит Берегите себя и своих близких Будьте бдительными И еще у меня были ситуации, когда я знала, что за мной следят через окно И это тоже было ужасно Таких ситуаций было несколько В абсолютно разных квартирах И это была какая-то жесть То есть я точно знаю, что прям следили Прям точно знаю И это было ужасно Был один мужик, который смотрел в бинокль В наше окно И когда я это понимала, если я смотрела в окно, он мне махал рукой Еще у нас была там одна парочка, которые любили голыми выйти на балкон покурить Но их ошибка в том, что балкон был у них такой вот как застекленный И заклеенный такой вот пленкой И они думали, что ничего не видно Ничего не видно, да, если с улицы смотреть А когда я ехала в автобусе, автобус был заклеен такой же пленкой Странным образом Вот эти все окна, которые заклеены были Балконы, которые этой пленкой были заклеены Через них все равно все было видно Не сильно Не так, как если просто было окно Но было видно И они любили эта парочка выходить голыми покурить И они постоянно пяли У нас очень рядом прям окна были Очень рядом Прям вот Ты выходишь, смотришь в свое окно На свой балкон И вот их балкон Вот буквально через тротуарчик И балкон на наш балкон И они постоянно курили И вот так смотрели на нас Улыбались там что-то Вот Были ситуации еще, когда Когда я открывала окно Открываю окно, смотрю К нам в окно прям вот человек просто стоит и смотрит к нам в окно. Ну, в общем, было очень много подобных ситуаций. Одно дело, когда ты просто идешь мимо и там смотришь по чужим окнам, на чужие окна, на цветочки на окнах, на котиков на окнах, на подоконниках и так далее. И совсем другое, когда человек подходит к твоему окну и стоит в него и смотрит. Ну, такое.